Курск Сити. 20 лет работаем для вас. Вкусное предложение в Сити Пекарин Добропек. Вся сладкая выпечка по 20 рублей. Сегодня в Комитете региональной безопасности состоялось заседание призывной комиссии Курской области. Повестка дня обеспечить выполнение задач западного военного округа по плану отправки курских призывников. Сменить гражданскую одежду на камуфляж уже успели 77 курских юношей. Отдавать долг родине новоиспеченные военнослужащие будут в войсках РВСН и иных родах космических и сухопутных войск. Есть, конечно, определенные проблемы, которые возникают в ходе работы. Но это всегда было, есть и будет, потому что это люди, это у всех какие-то есть проблемы. И кто-то пытается там где-то, вместо того, чтобы весной, осенью, кто-то там сессию не успел и так далее. Но это все решаемо. Мы идем навстречу призывной комиссии гражданам, призывникам. И я считаю, что та задача, которая поставлена перед Курской областью, она будет выполнена. Хочу отметить Золотухинский район, Лужковский район, Беловский район, которые активно работают. И ребята там достойно служат и наряды выполняют. Общее число призывников, которые должны будут пополнить ряды российской армии, составляет порядка полутора тысяч. Военные патриотики, которые проводят губернатор, администрация области, областной войны комиссариат, профильные комитеты, общественные организации, дают свои плоды. Мы уверены в том, что норму призыва мы выполним в полном объеме. Какое задание? Мы меняем тех мальчишек, которые закончили службу и с гордо поднятой головой возвращаются обратно. Это одни из лучших солдат Российской Федерации вооруженных сил России. Представители военного ведомства Курской области отмечают, что главная задача текущего призыва, которая четко выполняется и по сей день, – противодействие пандемии. Все юноши перед отправкой к местам дислокации военных частей проходят обязательное ПЦР-тестирование и добровольную вакцинацию от коронавируса. Курск Сити. 20 лет работаем для вас.